приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топи games и мы на аккаунте михалыч и в сегодняшнем видео ребят мы отправимся на охоту за самыми крутыми ресурсами самыми крутыми самыми редкими ресурсами для этого не нужно улучшать какие-то огнестрелы самыми топовыми модулями а просто выйти на глобальную карту и самым самым легким способом забрать редчайшие ресурсы ну и насладиться игрой очень-очень такие сладко я вам скажу что да донатные вещи достаются очень тяжело и слово очень звучит в самом начале видео очень часто и кстати если вы хотите тоже получить донатных вещей всего лишь нужно подписаться на канал написать комментарий и поставить лайк этого достаточно для того чтобы принять участие в крутом розыгрыше который придет 13 сезоне как только он наступит мы сделаем розыгрыш котором можно победить премиум аккаунт плюс 10 уровней донатные коробки и естественно еще и тысячу монет это все получит каждый победитель их будет целых пять поэтому блин подписывайтесь лайкайте комментируйте обязательно подписка должна быть с колокольчиком уведомления все итак в сегодняшнем видео я пройду все известные локации с помощью провианта и посмотрим что же мне выпадет и насколько это будет вкуснейшего понятно что он отправится нам на почту и если делать это часто то просто в некоторых ресурсах ты перестаешь нуждаться начнем мы самой легкой локации это сосновая роща понятно что мы уже когда-то это делали но я хочу насладиться этим еще раз и поделиться с вами ребят надеюсь я вам немножечко но все-таки будет интересно мы сосновую рощу авто 2 провианта всего вы получаете очень много крутых вещей и даже молоток эти вещи можно сказать то механки это понты я лучше пойду туда но когда они у тебя на почте вдруг тебе понадобится скрафтить топор вот пожалуйста копье пожалуйста ну блин умираешь от голода пожалуйста вода пожалуйста и даже мясо это все отправится вам на почту и это крайне круто вот эти вот вещички конечно у них побольше связи с тем что я уже не раз провиантиком чищу ну а мы ребят переходим к оранжевой локации и смотрим что здесь выпадает точно так же крутых вещей но немножечко больше я думаю что лучше три раза зачистить зеленую чем два раза зеленую ну а мы посмотрим сейчас на красную что здесь опа и сразу же понятно единственное чем отличается красная локация от зеленой это дубом здесь появляется дуб но если вам дуб не сильно нужен то лучше всего два раза зеленую локацию чем один раз то есть два с половиной получается даже раза зеленого как зачем один раз красную но также вы должны знать что если красную локацию чистить твои шансы на получение каких-то редких вещей побольше но лучше всего красную чистить просто пойти зачистить там явно будет всего побольше каменные холмы у нас на очереди и вот кстати из зеленых локаций падают молотки это очень круто поэтому я уже два молотка нашел неплохо и неплохо в совокупности у меня три моло . я думаю что это довольно таки чеки бомбони и мы взлетаем каменные предгории которые дарят нам крутейший лут в качестве вот такого ну естественно лучше полтора раза до зеленую не знаю в плане зеленый оранжевый это конечно ваш выбор но я бы зеленую чистил залетаем каменные вот такие вот горы в горах дуба нет но зато есть боксит именно алюминий будущий который мы будем получать боксита я не знаю стоит ли или нет но я хотел бы сейчас зачистить еще раз по зеленой локации в связи с тем что выпадет ли нам тут редкая какая-то еще раз вещь нет не выпало то есть только первый раз выпадает или что так смотрим опа то есть явно сейчас у нас выпадает зеленых локаций чаще вот такие вот какие-то плюшки плюсовые плюшки два молотка и одна ключ неплохо вот дальше дальше бы я зачистил дубы дубы уже серьезно локации нужно целых 10 провианта но я вам скажу что в дубы лезть провиантом нету не надо и кажется что лучше две красных локации чем одна дубовая и лучше вообще зеленые почистить я за дубами отправиться вот так вот рукопашку 12 провианта вот здесь уже нормально нереально дубовые бревна залетает и целый глоб вот здесь нужно задуматься то лучше конечно же 5-6 дуба который выпадает с красной локации не заменит ну сколько два раза только пройдешь но если вам нужен дуб то это хороший выбор дубовые леса неплохо а вот зимние локации с ним вообще разговор совсем другой смотрим что нам дают зимние локации это медная руда что по поводу медной руды и боксидной руды например боксид мы тоже здесь получаем медь полы медные ребят ну медь еще можно в боксид вот такие вот банки от консерв переработки станке сразу дают вам алюминий я не думаю что за боксидом нужно ходить и просто перерабатывать алюминий в большом количестве просто напросто вот так вот это все получается авто на 15 провианта нам дает возможность получить целых 11 медной руды но я лучше переработаю несколько батарейки получу оттуда медь ну или золотые часы которые тоже перерабатываются сразу в слитки медные довольно неплохо но если руда то никогда не отказывайтесь от колявы самая легкая задача это пойти в мотель поэтому 10 авто у нас проходится на мотель мотель что нам дает мотель вау даже удочка . и дорожный знак неплохо я вам скажу что удочка что крафтится посмотрим кстати готовлю контента удочки довольно таки ну это как минимум 9 дуба нужно неплохо как давайте тогда еще раз бахнем и посмотрим что нам дастся в этом да ладно донатные вещи а вот мотель дает хорошие результаты вот мотельчик я бы почистил чаще ну конечно так если вот так вот сделать то эта вещь не добавится вам почту такие вещи если вам очень интересны то мотель вашим услугам то дальше возможно ли вот это вот зараженный лес не чистится заправка ну естественно что там чистить не чистится я думаю что следующая локация это ферма посмотрим что с фермы нам лупанется ферма вау колеса на чопер неплохо неплохо 15 провиантов всего лишь но зато так себя в себе поднимаешь настроение я бы еще раз маханул ну-ка на-ка посмотри ковал дометр неплохо блин ребят довольно таки все симпатично и ферма нам дает такие тоже хороший результат остается у нас только бункер альфа и наш полицейский участок бункер альфа тоже тоже ровно за 15 я бы хотел увидеть то ребят я бы хотел здесь увидеть кучу талонов но талоны здесь не падают и лут вот этот как-то даже не сильно крутой но если стальная пластина и бензин все остальное какое-то никакое я бы лучше всего мотель бы зачищал а вот самое главное здесь я думаю куча карточек выпадет но мы посмотрим тоже сыпанет карточка 1 только одна карточка поэтому ну что у нас остается у нас остается конечно же прикинуть прикинуть то что лучше всего конечно в рукопашку пойти зачистить лучше всего конечно же в рукопашную зачистить всю локацию любую какую бы вы не хотели как минимум вы получите больше но если вы хотите конечно халь на вот в начале игры это топово потому что топовый лут в начале игры это я думаю интереснейший опыт когда ты просто открыл себе почту забрал все самое вкусное и насладился игрой понятно что некоторые вещи нужно делать ежедневные даже несколько раз в день например несколько раз в день гуманитарные грузы будто мотель интересная тоже отдельная тема и не думаю что мотель пойдем и за гранатом давайте просто гуманитарный груз почему гуманитарный груз я считаю кистиком каждого выживающих каждый выживший да не говорю должен каждый выживший который хочет иметь достаточное количество оружия на гуманитарные грузы просто должен ходить ну по кд я уже конечно дал слабину я не хожу сюда постоянно потому что имею там уже доступ к рейдам и все такое но было время когда я просто заводил будильник я даже заводил где бы я не был я заводил будильник потому что вот знал что там 32 минуты гуманитарные грузы 32 минуты завел залутал локацию 32 минуты завел будильник вышел в другую какую-то локацию ждал пока это локация пропадет для того чтобы три раза в день лутать незамедлительно забирать все что здесь выпадает это было топово потому что каждый день я добавлял как минимум три оружия и был высокий шанс получить огнестрельное поэтому я очень быстро поднимался но я знал что конкуренция куча каналов на то время уже каналы имели достаточно большое количество подписчиков и уже были огнестрелы причем ящиками огнестрелов а у меня еще ничего не было поэтому нужно было как-то умудряться выкручиваться а вы ребята если вы хотите чтобы выходили ролики выживай заново чаще обязательно пишите там комментарии ставьте лайки потому что это очень сложно когда ты снимаешь видос с какими-то лайфхаками кто-то пытаешься придумать чтобы ребятам было проще выживать а этот ролик не набирает вообще просмотров ну хочется плакать можно сказать но просто печально и обидно поэтому ребят поддержите видосик лайкосиком напишите царский комментарий ведь это несложно поддержать чьё-то начинание ну и конечно же я думаю что осуществить чью-то мечту можете именно вы поставив лайк и написав комментарии тоже просто бесплатно ну и ваша подписка поддержит меня как никогда раньше вам ребят огромное спасибо подписывайтесь на канал лайкайте комментируйте закрепленном комментарии соцсети пишите туда я с радостью пообщаюсь каждым не открытая личка пишите добавь друзья добавляю друзья очень жду с нетерпением общения ну и кстати если я сразу не отвечу это не означает что я не отвечаю и зажрался и у меня нет не отвеченных сообщений может быть конечно я отвечаю раз в день или задержкой даже в два дня но я обязательно вам отвечу ребят потому что вы сами понимаете что и работой youtube занимает очень много времени поэтому я стараюсь уделять максимально внимание общение своими подписчиками друзьями мы конечно же блин ребят вам огромное спасибо за поддержку тем удачи всем пока а мы увидимся в следующих видео